Удивительный, совершенно фантастический архитектор, если бы ей дали сейчас построить или показать город, но у нас сегодня нет возможности воспроизведения, который она видит и умеет там его рассчитать, этот город. Ну, конечно, денег никто не даст на том, чтобы это строить. Вот, она написала такую, ну, конечно, грустную реплику, но все равно наш разговор хорошо закончился, и мы вышли все равно на позитив и жизнеутверждение. Вот такая была история. С Ириной. Вот, все-таки, наверное, можно даже архитектором быть на нищем духом, я бы не в этом сбежал, но можно создавать проекты, да, чтобы было. А вот еще, да, у меня стоял, у меня стоял туча литератиста разговор, который я тоже беру прорезы с ним. Именно помню имя, пожалуйста, того киновета, которого мы сегодня разговорили, когда-то напишу, как разломов, Кирилл Разлопов, вот, киновет, который ведет, ну, до оценки Данила, единственная стоящая передача музыка на канале «Буквыклиния» и «Новый адрес». Вот он недавно рассказал, что «Буквыклиния» звучит, как что-то партнеральное. Он назвал, сказал, что «Россия – это уникальная страна». Обычно после этих слов «Россия – уникальная страна следователь». Ну и так далее. Это целая история, много политических данных, которые заказывают бесповоротность. Нам всем нужно уже зарыться с ним, мы живем. Но у него после этих слов «Россия» звучит вот что. «Россия – единственная страна, в которой авангардный кинематограф был массовым». А уж про очереди на Тарковского – это никакая Европа никогда в жизни мечтать не может. То есть, понятно, что когда Тарковский отсюда уехал и там свое кино показывал, могли настраиваться в очереди. Но если бы Тарковский все время снимал там свое кино, оно никогда не было бы в массу. А мы-то с вами помним времена, когда билеты на Тарковского было купить очень сложно. И это же нас обнадеживает. Нам просто нужно держаться до конца. Просто выстоять. Я вот уже даже для себя понимаю, что у меня нет уже никаких таких внутренних задач. Потому что все, что надо, как Артем писал, мы уже все давно распятые. Я все, что надо прошел, все, что надо, сделал, все, что надо, вытерпил, все, что надо, принял. Честно. И многие, ну не многие, ну кто-то из здесь присутствующих точно так же. Меня как бы ничего не ждет уже, никаких приключений. Каких-то, которые были бы для меня ах-приключения. Меня задача очень простая. Выстать. Славный датчик. Выходите, вы будете читающие в Евангелии. Сразу и делайте. Я не знаю, что претерпевший до конца. Претерпеть до конца. Это самое обостаивание. А вот и замечательная Ирина, о которой я сейчас говорил, я ее прошу сказать. Ирина Сотова. Ирина Сотова. Ирина.